всем привет и вы на канале мэрибат с вами диана и перед тем как смотреть это видео подпишись на мой канал и на мой инстаграм не забудь про лайк и колокольчик и написать свой комментарий и сегодня я буду рисовать только материалами красного цвета такого челленджа у меня еще не было поэтому я решила нарисовать и снять такое для вас для начала я сделаю сводчи поскольку я хочу понимать чем я буду рисовать и вам тоже будет интересно ну вот сводчик готовы я буду большинство рисовать маркерами также здесь есть шариковая красная ручка карандаши и красные линеры ну и красный металлик и блестящая ручка я буду рисовать этот скетч и кстати я его нашла в пинтересте и мне очень понравился этот скетч и я снова решила перейти к драконам вспомнить как говорится как они рисуются кстати это очень интересно рисовать такой очень ограниченной палитры предстоящие только из одного цвета на разных оттенков и разных материалов честно говоря я же видела подобное видео у сезанны еще других художников вроде как happy хью и mystical buttons я решила порисовать что-то такое необычное но более-менее привычное кстати лайн я делаю лайнером от faber castell красного цвета точнее это даже капиллярная ручка нежели лайнер надо ладно а шариковой ручкой я пытаюсь делать чешую да это как бы необычно но она у меня получается изредка дальше переходим к покрасу берем самый светлый оттенок красного который у нас только имеется для того чтобы уже можно было создавать контраст тени и того подобным мне так удобнее делать честно говоря она выглядит наиболее красиво она и удобно и красиво а дальше мы уже переходим более темному потом опять возвращаемся к светлому и так далее мне так удобно хотя это не совсем правильно маркеры которые я использую это у нас а и холл 60 цветов два из них цвета также используют touch равен все красные оттенки touch равен один красный точнее один красный от санти отточню красный он уже высохший deep red но его очень круто было использовать именно для такого эффекта мне действительно нравится как она получилась именно красным от сантия большинство прорабатывала крылья именно этим маркером поскольку у него очень удобный наконечник это кисточка и очень сложно запороть теперь я беру одиннадцатый карминовый и полностью заливаю дракона поскольку я уже задолбалась заливать так очень поочередно все детали то решила сделать так между прочим я не ошиблась потом я уже добавила тени и принципе я ничего и не потеряла из этого а дальше я беру более темный маркер и добавляю тени куда только можно чтобы рисунок выглядел объемным они плоским дальше я заливаю более светлым цветом для того чтобы добавить тени и был какой-то контраст ну а дальше очень темными маркерами я прорабатываю хвост чтобы опять же были где-то тени был вполне себе аккуратный такой контраст дальше я беру карандаши чтобы проработать данный череп честно говоря и череп у нас будет более-менее объемным чем все остальное которое есть в рисунке череп почти что нетронутый но он довольно таки круто выглядит на данный момент я добавляю еще восховые карандаши и проработала все детали вот эти вот тени свет там где надо я оставила вот и все а дальше уже идет вход белая гелевая ручка и я добавляю блики там где нужно чтобы она более-менее выглядела аккуратно и ярко и скрыть некоторые недочеты еще добавляю гелевыми ручками некоторые детали и все уже рисунок по сути готов ну и ролик подходит концу я надеюсь что тебе это видео понравилось и ты подпишешься на мой канал и на мой инстаграм поставишь лайк этому видео и напишешь свой комментарий ну и пока пока